всем привет мы наконец-то вернулись назад батуми вернулись домой устали от поездки потому что возвращение было на ночном автобусе толком там не спали поэтому сегодня отсыпались практически весь день сегодня отличное событие ребят нас теперь тысячи тысячи подписчиков на моем канале да к этой цепи подбирался довольно долго и трудно очень медленно вы мне прирастали но надеюсь что дальше пойдет попроще побыстрее это такая была отметочка которую очень хотелось достичь на самом деле я уже несколько раз думал вообще забросить этот канал потому что довольно тяжело снимается выпуске отдача была конечно минимальный ну все равно продолжал потому что ты в том числе и мне это важно из себя поэтому 1000 есть ура ура растем дальше здрасте здрасте у жарко капец да я и думал сегодня прокатиться на мотоцикле но понял что я задохнулся в шлеме решил что дальше прогуляемся ну реально очень жарко и влажно мы давно уже до пешком ходишь ну да я 30 наверное я еще магазин заходила охладиться до морю пойдем не там еще душнее мне кажется да я так соскучился по морю попой же надо но так как мы приехали сегодня рано утром и сразу легли спать естественно днем и ничего не готовили поэтому поужинать решили зайти в какое-нибудь новое место сегодня выбрали азиатскую кухню называется анкл ч пойдемте посмотрим что это и как это выглядит было неплохо было довольно вкусно даша взяла спринг ролл и я жареный рис с курицей и креветкой но к нему еще соус взял мне не хватило насыщенности вкуса в целом по цене нормально 15 лари примерно стоит блюдо вот в общем заведение ничего так можно заказать с доставкой вот но мне рекомендовали здесь именно фобо поэтому в следующий раз если пойду сюда попробую обязательно фобо но в плане жареного риса пока у меня есть лидер это аутентичное тайское заведение старом городе где тайки готовят под тай и жареный рис вот там прям вообще натураль ну и тут остался незакрытым вопрос причем тут че гевара в этой азиатской стилистике это загадка если будете здесь придите спросите ребят неделю не было на море давайте расскажу что изменилось во первых ничего не изменилось в том что я по нему все еще очень скучаю каждый раз когда уезжаю даже ненадолго народу полным полно при приближении к орби можно видеть много людей которые прямо в трусах переходят дорогу потому что они вот из этих башен орби переходят дорогу и оказываются сразу на пляже типа зачем заморачиваться там переодеваться раздеваться в общем сразу в трусах через дорогу с надувными вот этими бубликами покороче вся туристическая эта история это не не хорошо неплохо это я думаю это везде так вот то есть в принципе на это наверное обратил внимание потому что мы приехали из тбилиси и в берись конечно же такого нет то есть там город здесь курорт вот вот это да а в остальном остальном хорошо только жарко сегодня почему-то очень и очень влажно вот идешь такое ощущение что уже вспотел а не вспотел это просто влага вот она везде прямо еще что здесь открыли филиал моего любимого итальянского заведения в батуми ароми итальяне прям вот на набережной поэтому я думаю что будет интересно там как-нибудь посидеть и возможно даже сделать там стрим для вас подумаем над этим вопросом с технической стороны и вообще насколько это будет уместно вот в остальном в остальном особо наверное ничего не меняется а нет вру вот заведение открылось какое-то 17g что это такое дольче дольче 17 короче какое-то заведение новое они построили пирс и часть заведения вынесли прямо вот над морем заведение открываются вот в остальном постройкам ничего такого нет принципе за неделю ничего не изменилось сегодня у нас понедельник вроде бы да очень жаркий понедельник назовем его душный понедельник потому что реально на улице вот с утра было 29 днем 30 а вечером и ночью тоже 29 и при этом еще очень важно как в таиланде дышать правда тяжело душно поэтому мы сегодня весь день провели дома под кондиционером ну и помимо этого я еще прокатился на мотоцикле там по делам это единственное как можно было передвигаться потому что так у тебя обдувает если уж вообще медленно идти чтоб не обдувало просто истечешь тут же притом такое ощущение что это не то что ты истекаешь а влага на тебе вот откуда-то в воздухе вот такие времена нынче весь день сегодня работал идем с дашей вечерком прогуляться ждать когда похолодает хоть чуть-чуть нет смысла поэтому решили что уже просто пора идти сейчас 7 вечера на улице не так много народу но классная такая обстановка прям летняя курортная вот кто любит курорт и приезжайте вот тут прям она а мы решили сегодня не ходить на море наверно завтра съездим искупаемся сегодня погуляемся до магазинчика дашь там что-то присмотрела и побродим по старому бату ребята сегодня будет просто классная пятница знаете почему у нас будут гости ко мне приезжает мама с моей тетей со своей родной сестрой на две недели но они будут жить отдельно но мы будем надеяться что часто видится вот по крайней мере с мамой не виделся 8 месяцев очень соскучился она была в батуми в прошлом году но я хочу и показать немножко другой батуми и вообще аджарию чтобы не сложилось впечатление не как пляжи и небоскребах рядом с ним но и в целом как очень интересном регионе по природе по людям надеюсь ей очень понравится но я для этого постараюсь и и сейчас время 9 утра мы едем их встречать они приезжают на маршрутке к канатной дороге в общем уже я в украшении на маршрутке на маршрутке было но это в 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 А Вера не поедала? Да, ты стоял. Солнышко. Дашенька, девочка. 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 Привет, Вера. Привет, Сан. Привет. Привет. Девочка. Вот этот твой? Синий? Нет, 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 нет. Вон, сейчас выдаст. Ладно? Ура, ура, с приездом. Гамаржова. Ой, миленький мой. Ну, с приездом. Ой, ну чувствуете, как красиво, как здорово. Вы это только по телевизору видели, да? Да, это по телевизору. Теперь мы видим, как вы живете. Ну что, хорошо, уютненько, чисто как. Ну да. Ну да, мы прибираемся. Иногда. Это заметно. Ну все, первых самых долгожданных гостей встретили. Представляете, они ехали больше 12 часов. Но это из Еревана через Тбилиси и напрямую в Батуми. Ужас, нам с Дашей так жалко их было. Типа, это же очень долго ехать. А еще в маршрутке. Ну, в автобусе-то хоть там спинка откидывается. Ой, ну ничего, они столько выдержали. Даже делают вид, что счастливы. Вот. Уже счастливы. Абсолютно. Потому что, наконец, мы приехали сюда. Да. И встреча с дорогим любимым сыном, она состоялась. Мы не виделись 8 месяцев. Да. Вот прям с того моего приезда в Новый год. Да. Я невероятно счастлива видеть моего сына и мою любимую невестку. И просто это такой один из счастливейших дней. Да, да, да. Вот. Ну, естественно, что мы сперва домой, завтрак. Пока они ходили в душ, я приготовил завтрак, позавтракали. И все. Сейчас пошли гулять, смотреть, чего в Батуми происходит, чего изменилось. Вот. Да и в целом, хотел сказать, подышать свежим воздухом, но это вообще не так. Дышать нечем. Очень влажно, очень душно. Но дом сидеть-то тоже не вариант. Люди в отпуске. Ой, как же это хорошо. Первый день, да. Первый такой установочный. А мы будем на море рассевать. Понятно. Будем наслаждаться, общаться. Узнаем вообще все, что здесь интересного есть. Потому что в прошлый раз мы многого не видели. А сейчас такая возможность, когда у нас родные люди здесь. И они все покажут, расскажут с большим чувством любви к этому месту. Поэтому это самое интересное. Правда, правда. Да. Ну и конечно удивительно то, что мы вроде тут живем, а мама приехала в гости к сыну на море. Вот это вообще. Да. Я еще даже сам не привык к этому. Ну и что вы думаете? Я сегодня с специалистами по пиву, с профессионалами, с экспертами, ну уже можно сказать международного класса. Мама, Вера, мамина сестра, моя тетя любимая. Я столько их угощал своим пивом разным, что они уже реально попробовали всякого и очень вкусного. Ну на их взгляд и не очень. Вот. И сегодня мы в баре дегустируем пиво в Биргуме. Кухню, к сожалению, мы сейчас не доберемся, но могу вам сказать, что здесь прям вот так вот. Вот так вот. Честно. Ну вы же знаете, я... Вот. Так что мы сейчас все сошлись на том, что нужно попробовать по Нью-Ингланд Ипи и пойдем заселять их уже в апартамент или отель. Потому что все уже готово. В общем, отпуск у них начался. Я уже реально сам как будто в отпуске. Так прикольно. Как бы я с вами в отпуск приехал? Замечательно. Ура! С приездом! О, спасибо! Счастливое время! Да. Мы очень рады. А еще мы купили маме сим-карту и заселили их в Даркбилдинг на 12 ночей. Хороший такой жилой комплекс, вид хороший на стадион, на аллею героев. А еще маме с Верой очень понравился старый город с его такими европейскими улочками. И они нас пригласили составить компанию погулять, а позже по плану хинкали и спирави. Вот такой план. Ну, мы с удовольствием. Чего отказываться-то? Идем на встречу с мамой и Верой. привет привет мокренькие такие а мокренькие такие а мы еще нет ну как вы после вчерашнего собирает понимаешь что вы палитру на каждую каждую но я потом осознал да по состоянию хорошо вот самое главное ну и куда вести гостей как ненавидный фестиваль мышь в грузии сегодня вчера и завтра проводится в батуми винный фестиваль я привел маму и веру сюда ходим пробуем дегустируем общаемся в фестивале это вообще классно есть возможность реально не только попробовать но и понять как производится кем для кого и с помощью чего поэтому давайте пойдем и подчинь попробуем какое вино у вас представлено сегодня у нас четыре вина кисли кахурим цвани у нас еще пикс и кахурим цвани очень хочу попробовать это зеленая с фруктовыми вкусами очень ароматно очень вкусно надо маму позвать дайте попробовать смешный вкус очень приятный это клеверий дает тоненький да 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 это пожалуй не самая простая запрос от мамы был такой хочу хинкали и сапирави ну куда их везти как не в тавадуре самые лучшие хинкали конечно же тут как всегда надо немножко подождать но сегодня очереди вообще почти нету я думаю что не дольше 15 минут до всегда не дольше 15 минут сегодня должно быть наверное еще быстрее вот прогулялись мы по центру посмотрели площадь пьяца нагулялись но честно говоря уже пора ужинать конечно я уже сегодня хотел бы не грудинской кухни поесть хотя вот как мама сказала про хинкали я вспомнил какие здесь и снова захотел все ждем и идем ужинать и кстати да все блюда касаемо мяса жареного нам на мангале готовят именно на мангале вот прям здесь а а а а а а а а а Привет-привет! Мы сегодня решили отправиться в путешествие, я очень хотел показать маме с Ванеттию и мы спланировали поездку на эти даты вот сегодня с понедельника на вторник потому что только в эти дни свободно жилье там мы хотим остановиться у Лали и очень сложно было кстати найти машину потому что все машины разобраны и резервируют их прям очень быстро каким-то чудом я нашел значит машину это был Lexus но когда я его взял я понял что там убитая задняя подвеска он весь громыхает весь гребежит bluetooth не работает музыки вообще нет магнитола не работает и задняя левая дверь не открывается а я уже заправил его полный бак в общем с горем пополам поменяли этот Lexus на Camry вроде хорошая выглядит нормально открываю багажник там просто нет запаски даже вот этой полочки нету в общем не бывает машин без изъяна как я понимаю хотя вроде ну честно по в целом по мировым ценам на аренду машин это адекватный прайс мы взяли за 130 лари но это где-то 50 с лишним долларов но при этом хочется за эти деньги получить нормальный транспорт чистый исправный но это прям вообще беда и так это все сложно и долго и с такими усилиями все это делается мы хотели выехать в 10 время 11 часов 15 минут вот так вот все еще главное владельцы машины еще нервничают там что-то короче сервис блин ну ладно в любом случае мы сейчас выдвигаемся у нас два дня впереди поедем смотреть красивые места все будет хорошо как дела отлично хорошо мы уже заехали в горы решили остановиться я хочу показать маме как выглядит слияние ну это все видели уже подробности смотрите в том видео а вы пока насладимся это скажешь фантастика ну и спустя полтора месяца что приезжая сюда в прошлый раз изменился цвет воды изменилась природа немножко ребят мы вместе вчера вечером приехали поужинали чуть-чуть погуляли и легли спать спится здесь вообще хорошо и легко на самом деле да под шум реки это вообще просто прекрасно с утра нас разбудил самолет который изредка сюда прилетает точка хотелось его заснять но не успел увидеть да увидел маленький самолетик 17-местный летел как раз сюда из кутаиси но и видимо скоро полететь назад тут всего несколько рейсов в неделю мне кажется парочку на тахтаре это в тбилиси в общем и парочку в кутаиси стоимость по-моему 120 лари кстати это очень даже хорошее такое приключение путешествие то есть это отдельная история которую действительно стоит оплатить и получить невероятные эмоции ну а мы идем завтракать туда же где мы завтракали в прошлый раз с лёшей а нас кстати вчера узнали меня увидели такие вот типа этот хашури алексей где ну вот нам столик хороший там забронировали хотя что-то все занято было в общем душевника получилось вот так вот идем есть у что он в а е е е е е е е е е Да, уж завтраком, конечно, оказалось тяжело Найти его было тяжело Все заведения закрыты до 12, до часу И что? В итоге на автовокзале или, как это значит, на автостанции Там было какое-то кафе Выглядело, на самом деле, все очень необнадеживающе И мы подумали, что это будет все очень долго И довольно посредственно Но оказалось, что на кухне там мужик такой нормальный Он вышел, все уточнил, все узнал И как давай готовить и выносить Прям вообще отлично И, кстати, недорого получилось Поэтому, в принципе, как перекус на автостанции нормально Ну а дальше мы выселились из гостевого дома от Лали Поднялись на башню сванскую Ну, маму отправили Я там уже был Вы это видели Вот, поэтому нет смысла мне тоже подниматься А сейчас доедем, возьмем сладкой соли И поедем в сторону канатки Попробуем подняться, если она работает сегодня Ребят, канатка работает, все хорошо Билет стоит 20 лари Это один подъем Поэтому сейчас берем в кассе И едем смотреть вместе с высока До новых встреч! До новых встреч! Не больше 10 минут занимает подъем Дальше выходите Идете немножечко пешочком Попадаете на следующий подъемник Он уже включен в стоимость В этом билетике В 20 лари Поэтому идите спокойно Поднимитесь А мы здесь были 4 года назад Вот идем, размышляем Что как будто это очень давно было Вот, вроде 4 года прошло А столько событий Как будто реально очень давно Только в прошлый раз, когда мы ездили У меня такое ощущение Что здесь тоже были креселки А сейчас сделали кабинки Ну что, мы обожаем Канатки с кабинками Да и креселки тоже хорошо Все, приехали Добрались Фух, поднялись реально очень высоко В два этапа Но тут посвежее Прохладнее Покрасивее даже Ну и конечно Пока поднимались Нам открывались все новые и новые вершины Ну это такая высота Вот знали люди, где выбирать место для жизни Удивительно вообще Да, места, конечно, фантастические Ну, мы насладились Посмотрели, нафотографировались Поснимали видео И, наверное, поедем вниз Нам надо уже выдвигаться в обратную сторону Дорога 6 часов до Батуми Со всякими остановками Время 2 Наверное, пора Потрясающей красоты Незабываемое место Я так счастлива, что я побывала здесь Потому что такое можно увидеть И не забыть Действительно И вспоминать долго-долго-долго И долгая дорога стоила того Она сама по себе достопримечательность Цель нашего путешествия Это наше путешествие Потому что за каждым поворотом Столько красот открывается И все это В фотографической памяти остается А сегодня у нас Вечер покера Мы решили собраться Небольшой компанией Смотрите сами Небольшие выдержки Из этого прекрасного вечера Здрасте, мужчина Здорово Закрой глаза Здорово Открывай Чем пахнет? Ну, не знаю Наверное, это колбаса Вау Это из Москвы Особенная Московская Но главное Держать Покефейс Тебя еще меньше станет Друзей Теперь Субтитры 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 Все говорят, что пить нельзя Все говорят, что пить нельзя Все говорят, что пить нельзя Я говорю, что буду